Одесская область, Одесский подход. Ильичовск перед угрозой очередной строительной аферы. Семь лет там не могут построить многоэтажку, квартиру в которой распродали. Сейчас инвесторы разбили палаточный лагерь во дворе долгостроя. Жить им негде, а сами застройщики говорят, пока палатки не уберут, ситуация не изменится. Вот он, современный 24-этажный дом на 520 квартир. А вот люди, которые эти квартиры купили. Под забором долгостроя они сами соорудили себе жилье. 10 палаток, как 10 отдельных квартир. Большой навес, общая кухня. Система отопления, бочка с дровами, тоже одна на всех. Анастасия Станиславская живет здесь с 9-летней дочерью. Я тут делаю уроки, пью чай горячий, грею руки у костра. Но тут не так тепло, как в новой теплой квартире. Свою квартиру в Новострое Станиславские купили еще 7 лет назад. А в палаточном городке живут уже 7 дней. Правда, на ночь остаются не всегда. У нас тут каждый день примерно по 15-20 человек. Конечно, старики стоят утром и меняются. Ночью стоят мужчины, мы с детьми дома сидим, но периодически к ним сюда приходим. Роман Гордеевский, сосед Станиславских и по палатке, и по лестничной площадке в Новострое. Квартиру купил, когда его жена была беременна первым ребенком. Сейчас детей уже двое, и официально они бомжи. Продали однокомнатную квартиру, продали машину, продали земельный участок жены. И мои дети просто находятся без прописки. У меня проблемы в садике, у меня проблемы в поликлинике. У меня везде проблемы из-за того, что дети нигде не прописаны. Представители компании-застройщика оправдываются. Сдать дом сначала помешал кризис, а теперь палатки. Дескать, именно из-за них не дали кредит в банке. Да и новых покупателей отпугнули. Сегодня порядка 90 квартир не продано без учета первого этажа. Вы продолжаете их продавать, предлагать будете? Нет, мы предлагаем, но сегодня за год мы не продали ни одной квартиры. Сейчас дом готов на 92%, утверждают застройщики. Для завершения сдачи объекта не хватает 34 миллионов гривен. Если банк все-таки даст кредит, достроить дом обещают за три месяца. Но люди не верят. Рабочих на объекте они не видели уже несколько лет. Юлия Плесенко, Юрий Станков. События. Одесская область.